К примеру, юнибайк. В нем может быть от одного до трех мест в различной компоновке, могут быть установлены педальные узлы. У нас даже в нем ездил и устанавливал тренажеры вице-чемпион мира по бодибилдингу, который здесь тренировал, прорабатывал практически все мышцы своего тела. Можно заглянуть внутрь? Безусловно, тем более, что там внутри все как раз под ваш цвет. Да? Это не очень, да, форма и содержание. Прошу. Добрый вечер всем. Как слышно? Подвесной вагончик оказался чем-то с... Плюсики. Так. Десяточка. Отлично. Доброго всем вечера из Волковыска. Да, добрый вечер. Добрый вечер. У нас сегодня традиционный вебинар по средам 20.00-24 марта. У нас с вами сегодня, наверное, завершающий мартовский или еще нет? Нет, еще будет одна встреча у нас 31 марта. Рад всех видеть в чате у нас и в группе. Да. Добрый вечер. Ну, сегодня у нас построим встречу следующим образом. Сейчас я быстренько прочитаю презентацию нашу традиционную. И в конце посмотрим, какие у нас еще есть новости, что у нас новенького за неделю случилось. Вот, куда мы плывем, вот, ну, и как у нас, как самочувствие. Вот, ну, начнем с презентации. Вот, меня зовут Алексей Наумович. Вот, я являюсь инвестором в данном проекте. С 2005 года я являюсь программистом, вот, ну, то есть, айтишник, технический, можно сказать, специалист. Вот, также у меня есть финансовое образование. В 2018 году закончил институт бизнеса при БГУ. Вот, ну, и, в общем-то, являюсь таким поклонником, продвигатором данного проекта. Так, приветствую всех из Смолевичи. Тоже Смолевичем привет. Вот нас Минск, Смолевичи, Волковыск. Вот, ну, пишите, в принципе, свои города. Вот, мы будем дальше двигаться. Ну, и начнем с того, что, ну, в современном транспорте уже очень много проблем на сегодняшний день накопилось. Примерно вот так вот рисовали картиночки 100 лет назад. Вот, ну, и примерно так вот у нас сейчас выглядит ситуация на дорогах. То есть, пробки у нас, проблемы с перевозкой. Так, секунду, имидж над фаунд. Сейчас посмотрим, что здесь. Да, есть. Пробки на дорогах, аварийность, люди гибнут, где-то стоят, время теряют. То есть, ну, довольно много неприятных вещей, вот, которые сейчас омрачают жизнь современного человека. Вот, ну, и не просто человека, в том числе и транспортной компании. Вот, и мы все знаем, что, когда заказываешь что-нибудь на китайском сайте, то денежку быстро отправляем, информацию быстро находим, денежку быстро отправляем, буквально там за минуты, вот, и потом ждем, 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 пока к нам придет товар. Вот, и, в общем-то, это и есть логистика. То есть, это и есть скорость доставки, и то, с чем, та проблема, которую необходимо решать. Вот, и, соответственно, есть решение такой проблемы, о котором поговорим чуть позже. Также человек ежедневно сталкивается со стихийными всевозможными бедствиями или просто явлениями. То есть, где-то зимой у нас было в этом году очень много снега, то есть, наши дороги заваливало постоянно снегом. Вот, и у меня, допустим, тести живет в частном секторе, он просто даже не мог выехать, только потому, что, ну, дорогу никто не чистит, и ты пока лопату не возьмешь, и пару сотен метров не прочистишь сам, выехать невозможно было. Вот, в Эмиратах, соответственно, песок, это проблема, где-то снег, где-то паводки и так далее. То есть, в принципе, транспорт ходит по земле, ну, и сталкивается со всеми явлениями, которые, ну, выпадают. Вот, ну, и, соответственно, сегодня, что мы видим? Мы видим в городах тоже это невероятно. Большинство, то есть, даже 80% всех выхлопов в городе – это именно автотранспорт. 80% будет. То есть, даже вот здесь где-то у нас там, не знаю, Гродно-Азот, например, там, Лисолигорский, Лоскали, они тоже где-то что-то там коптят, но большинство все равно идет из автомобильных выхлопов. Это и также нефтяные разливы, это, ну, в общем-то, хватает всяких экологических моментов. Тоже копоть, все это понятно. И даже, ну, один из таких моментов перехода к более экологичному транспорту, это является, безусловно, является электротранспорт. Вот, но, в принципе, на сегодняшний момент все равно, чтобы добыть эту электроэнергию для данного транспорта, необходимо сжечь там или уголь, или газ, или нефть. То есть, пока энергия пока еще не является чистой, вот, но все, в принципе, идет к тому, чтобы использовать чистую энергию, солнечную, ветровую, еще какую-то там, эфирную, то есть, разные виды энергии. Вот, ну, а чтобы ее, допустим, использовать солнечную энергию, необходимо, то есть, более эффективно какие-то технологии использовать. По поводу строительства дорог тоже очень дорого на сегодняшний момент, то есть, построить обычную, казалось бы, дорогу. Я знаю, что там вот трассу недавно делали на Гродно, эту трассу строили, ну, наверное, лет пять. То есть, вот, я несколько раз ездил туда в гости, вот, и, ну, едешь и видишь, что, ну, да, она строится, но очень-очень долго. Также трасса у нас на Сальгорск лет пять строилась, тоже это все очень долго, очень дорого, и, ну, надо с этим что-то делать. Ну, и не говоря уже про то, что прорубить какой-то тоннель в горах, это тоже является неимоверным таким усилием. Вот, то есть, на сегодняшний день транспорт, он дорого, долго, тяжело, вот тоже здесь это дорого, долго, выглядит тяжело. Вот, вот одно интересное решение есть в Германии. Вот, Германия, в Уперталь, город, и этой дороге, кстати говоря, уже лет 70, наверное, может, даже больше. Вот, ее строили для того, чтобы местные рабочие могли попасть на рудники. Вот, и так как дорог такой нормальной не было, вот, было придумано такое решение, то есть, надземное. Вот, и оно, это можно сказать, ну, наш, ну, прапрадедушка, прапрадедушка той технологии, которую мы сегодня будем рассматривать. То есть, именно переход на второй уровень над землей, он позволил получить очень много преимуществ. Кстати, у меня есть видео, которое записывал наш партнер, она сама живет в Германии, вот, и она ездила в этот город. Вот, и, ну, воочию, буквально это было две недели назад, воочию, все это видео, как он работает. Вот, я даже сейчас на его и посмотрим это видео. Любительское видео, как действует в Упертале дорога. Вот ритчичка, и мы в ней дорога. Вот, соответственно, станция тоже, она находится на втором уровне. И вот так вот выглядит посадка. Все, добро пожаловать. Ну, вот это пример той дороги, которая находится на втором уровне, которой уже 70 лет, и которая до сих пор действует, вот, и прекрасно переводит пассажиров. Вот, но иногда, вот, кстати, у нас был вопрос, а чем же мы лучше, чем вот эта дорога? Ну, я потом чуть позже расскажу. То есть преимущества есть, их очень много. Я думаю, что вы сами поймете, когда я буду потихонечку об этом рассказывать. Это тоже пример транспорта на втором уровне, только в Китае. Вот, ну, выглядит немножко так себе, вот, мягко говоря. Вот, ну, и также, помимо этого, есть еще решение типа канатных дорог, есть решение типа фуникулеров. Вот, ну, это такие решения, которые, можно сказать, местного применения. То есть местного применения, которые, ну, какую-то глобальную сеть, которая бы перемещала там из точки, в любой точке, в любую точку, на этом не построишь. И есть идеальное решение, которое, в принципе, соответствует всем требованиям 21 века. То есть 21 век у нас очень-очень, ну, мы живем всегда на больших скоростях. То есть мы привыкли, в принципе, коммуницировать уже через всевозможные, там, соцсети, через мессенджеры. То есть, в принципе, информация передается очень быстро. Вот, и, ну, человек пока, хотелось бы так же быстро перемещать и человека, и грузы, то есть и самому перемещаться так же быстро, как мы передаем сегодня информацию. Вот, и те решения, которые были ранее сделаны, то есть, ну, автобусы, там, поезда и прочее, оно не соответствует требованиям 21 века. То есть необходимо увеличивать скорости, делать более изящные решения, делать это все, ну, как бы по стандартам уже 21 века. Ну, и вот такое решение уже у нас есть. Вот это решение уже тестируется на сегодняшний день в Беларуси, в Марьиной Горке. И это решение, оно очень, с одной стороны, простое, а с другой стороны, оно, это гениальное решение. То есть это струнный принцип, струнный принцип построения именно эстакады. То есть у нас используются точно такие же рельсы, как классические, можно сказать. Ну, с внешней, внешней стороны, это классический рельс, но внутри у него есть интересная начинка. Этой начинкой является как раз струна, струна, которая позволяет делать бесконечно длинный рельс, то есть вплоть до 5 километров и так далее. Эта струна позволяет делать рельс гибким, то есть можно, это какие-то там, ну, и большие расстояния. То есть очень-очень такая технология, которая может вместе с жесткостью обеспечить еще ее гибкость, большую длину и так далее. То есть вот изюминка данной технологии, это именно струнный принцип. И струнный принцип позволяет делать вот такие вот неимоверные пролеты, то есть расстояние, вот в данном случае это Марина горка, реальная фотография. И здесь расстояние между опорами идет 200-400-200. Вот это пролет на 400 метров, вот, и мы видим транспортное средство, которое на фоне неба красиво перемещается, как, ну, вот Skyway, это, в принципе, небесная дорога. То есть дорога, которая находится на фоне неба, которая красивая, которая быстрая, которая изящная, то есть которая строится, фактически можно строить километрами в день. Вот, и данный принцип, он тоже, в принципе, не, это не какое-то изобретение, это просто, это взято из уже существующих вантовых мостов. И такая, как бы, комбинация разных интересных вещей, как казалось бы, простых, дает очень такое красивое и изящное решение. Ну, есть очевидно, что, опять же, возвращаясь к вопросу о том преимущества транспорта на втором уровне, ну, это, в принципе, очевидно. То есть нет необходимости где-то срубать горы, где-то засыпать реки, озера. То есть мы просто воткнули, ну, по-простому говоря, вбиваем два столба, натягиваем между ними струн рельс и, по сути, получаем идеальную ровную дорогу, которая находится над землей, которая требует мало ресурсов, которая идеально ровная. Ну, и, соответственно, есть несколько вариантов применения. То есть технология, она сама по себе гибкая, она позволяет применяться в разных, совершенно разных конфигурациях. Вот, ну, вот одна из конфигураций, допустим, верхний рисуночек, это полужесткий рельс. Его можно использовать, например, в городе. То есть это легкая трасса, скорость до 150 км в час, легко, изящно. Вторая трасса, которая посерединке, это уже высокоскоростная трасса. Вот, она может использоваться как для городского транспорта, так и для междугороднего. То есть там, где скорости уже побольше. То есть скорость от 150 км и до 500 км в час. Вот недавно на днях, ну, вчера буквально общались с человеком, с Борисом. Вот, и он говорит, ну, да, 500 км в час такая скорость, ну, большая. Как такое вообще возможно? Вот, ну, и, ну, да, то есть у нас могут быть скорости и больше. То есть Анатолий Дорожич Юницкий заявляет, что у нас может быть скорость до 1200 км, 1200 км в час. Вот, ну, при соблюдении определенных условий. Ну, и третья трасса, это у нас гибкая трасса. Это может быть также применена как в городе, так и где-то за городом. То есть для перехождения, допустим, длинных препятствий, там, в виде рек, в виде каких-то оврагов. То есть тоже, то есть сама по себе технология, она очень гибкая. Можно применить в любой местности, как в городе, так за городом, так между городами. И таким образом можно опоясать, ну, фактически всю Землю, попасть в любой отдаленный уголок планеты. Вот, нет какой-то у него боязни, допустим, болот, каких-то степей или морозов, или песков. То есть, в принципе, такую дорогу невозможно занести. Ну, как вот мы видели вначале на рисуночках, песком ее невозможно замести. То есть песок, он снизу находится снегом, ее не завалишь. То есть водой, даже если будет какой-то потоп, водой не зальешь. То есть это, в принципе, трасса, которая не подвергается природным явлениям, так как подвергается природным явлениям то, что находится на Земле. То есть, казалось бы, просто, но это в то же время гениально. Вот, ну, вот станция тоже, видите, эта станция уже готовая. Это не фотошоп, это готовая реальная фотография в нас, в Беларуси, в Мариной Горке. И вот мы видим, снизу находится городской юнибус, а сверху находится междугородний. Вот, у городского скорость до 150 км в час, у междугороднего до 500 км в час. Вот, если мы добираемся где-то там из Минска в Москву, например, то вот мы садимся на такой станции, сели, доехали. Допустим, на высокоскоростном большое расстояние преодолели, а где-то уже по городу мы спускаемся просто на один этаж ниже, садимся вот в такой и движемся дальше. То есть, это вот, возможно, такой вариант перемещения. Вот, ну, вот еще тут несколько будет фотографий из Закотехнопарка. Вот мне очень нравится вот такая вот на фоне заката. Вот, ну, тут тоже двухместный вариант транспортного средства. И здесь двухсекционный, он на, по-моему, 26 пассажиров. И что интересно, в начале, когда все начиналось, начинали в 2014 году строить всевозможные конфигурации, у заказчиков было много вопросов, а можно ли сделать нам побольше. То есть, все хотели побольше, побольше, то есть, сделать нам Unibus повместимее. А сейчас, после 20-го года, после ковидных всяких, всех вот этих приключений, просят уже более компактные решения. То есть, на два пассажира, на четыре, на шесть. То есть, чтобы, ну, меньше передавалось, чтобы не приходилось носить маски, меньше передавалась какая-то зараза. То есть, в принципе, у нас есть решение на четыре, шесть, восемь пассажиров. И это, ну, очень удобно. И отвечает современным требованиям. Вот, автором технологии является Анатолий Юницкий. Вот, этой технологией он занимается всю свою жизнь. То есть, начиная со студенческой скамьи и даже раньше, то есть, когда он был школьником, он запускал ракеты в небо, делал всевозможные, участвовал в конкурсах. Вот, поэтому это, можно сказать, целая история жизни. Вот, не просто оно возникло откуда-то спонтанно. Ну, то есть, это такая кропотливая, долгая, усердная, с огромным количеством препятствий работа, которая подходит уже к своему вот такому вот, можно сказать, ну, апогею, не апогею, то есть, к реализации. Вот, и когда мы уже, вот я лично и многие нас в Беларуси уже сами тестировали. То есть, мы уже в 2019 году катались, в 2018 году катались. Вот, так что мы уже сами это все на себе прочувствовали. Написано огромное количество книг. Анатолий Чученицкий, он у него больше 200 монографий, то есть, огромное количество изобретений. То есть, это не просто человек, который, ну, как там, не знаю, с улицы. То есть, это человек, который, ну, академик, изобретатель. У него, ну, много у него регалий. Вот, очень он продуктивный. Каждый год он пишет по книге. Вот, и каждый год мы удивляемся, как, ну, я лично удивляюсь, как он все успевает. Вот, вышла недавно, буквально в январе, его очередная книга под названием «Инженер». Тоже там очень хорошая книга, кстати, у меня она есть. Вот, красивенные фотографии, ну, прям уже актуально, актуально. То есть, история создания транспорта. То есть, ну, в принципе, вся жизнь Анатолия Дорожьевича в этой книге, она отображена. Поэтому очень рекомендую, кстати говоря. Она уже есть в публичной продаже. Можно приобрести на российских сайтах есть она, на белорусских. Ну, именно те, которые занимаются продажей книг. Ну, в общем, можно найти и заказать. А это, кстати, передо мной на фотографии награда. Это не просто так стоят какие-то лошадки. То есть, есть тоже, проводились всевозможные выставки. Вот, это приз «Золотая колесница». «Золотая колесница» за лучшее транспортное решение. И причем таких несколько уже есть. То есть, «Золотая колесница» как лучшее изобретение вообще в сфере транспорта. Поэтому вот эта колесничка тоже обратит им внимание. Это не просто так. Ну, и пару слов. А, ну, вот, возвращаясь к беседе с Борисом. Он говорит, как так? Скорость 500 км в час – это же очень много. Так вот, если посмотреть на вот этот рисуночек, мы видим здесь аэродинамическое сопротивление у автомобиля 0,4 и у нашего юнилета 0,065. Заметьте, что после запятой идет нолик. То есть, в 10 раз фактически аэродинамическое сопротивление у юнибуса, оно лучше, чем у автомобиля. В автомобиле есть куча всевозможных зеркала заднего вида, щетки, открывашки дверей, колеса. Снизу асфальт, который полотно тоже создает сопротивление воздуха. И в итоге, когда транспортное средство разгоняется, то создаются лишние вихри. Только подняв транспортное средство над землей, сделав его такой идеальной формы. То есть, ну, по сути, это как пуля. То есть, пуля, летящая в пространстве. Как капля воды. То есть, это настолько такой, не знаю, как летающая тарелка, если в разрезе. То есть, идеальной конструкции транспортного средства, что у него в 10 раз лучше аэродинамическое сопротивление, чем у обычного автомобиля. Ну и, естественно, это создает больше возможностей для разгона, для более эффективности и так далее. Поэтому и скорости получаются такие, что до 500 км в час в обычном пространстве, и до 1200, это при применении фор-вакуумной трубы. Ну, в принципе, это то, про что говорит Илон Маск. Кстати, возможно, он эту идею, ну, кстати, он ее начал реализовывать в 2013 году, но вполне возможно, что он где-то посмотрел у Анатолия Эдуардовича, потому как про вакуумные трубы Анатолий Дарвич еще в 80-х годах рисовал картинки сам от руки. И, в принципе, это тоже можно в той книжечке «Инженер» тоже можно эти рисунки найти. Ну и, соответственно, тоже возвращаясь к вопросу о применении, вариантов применения может быть масса, то есть это и на 14 пассажиров, на 6 пассажиров, городские транспорты, междугородние, то есть много-много разного, то есть это технология универсальная. Ну, а, иногда еще, да, спрашивают, не свалится ли ваше транспортное средство с рельса? Ну, отвечаем, что не свалится, потому как сбоку есть специальные поддерживающие такие вот колесики, которые никуда не позволят свалиться транспортному средству. Ну и пробегаясь еще раз по тому, о чем я уже сказал выше, по капитальным затратам, Skyway он зелененьким обозначен, является самым-самым низким, то есть, ну, стоимость строительства, капитальные затраты – стоимость строительства дороги. Вот оно самое-самое минимальное. Ну, оно понятно, то есть, вбить, ну, я грубо говорю, потому что бывает, что придирать, вбить два столба, наснуть между ними струнные рельсы – это намного дешевле, чем вбить огромные сваи, наложить туда всевозможные бетонные вот такие вот перегородки, там, или где-то бить через скалы, или там где-то копать что-то, там лес срубать. То есть, намного-намного дешевле. Вот поэтому первый пункт понятен. Эксплуатационные расходы тоже минимальные. Ну, почему? Потому что не надо делать ежегодный латочный ремонт, не надо сгребать листву, не надо бороться с песком, со снегом и так далее, и так далее, и тому подобное. То есть, тоже это намного дешевле. По расходу энергии минимальное, ну, потому как маленькие транспортные средства, они компактные, это, по сути, как автомобили. Кстати, пример еще с поездом, да. Почему билет, допустим, из Минска в Москву на поезде там так дорого стоит? Ну, ответ прост. Потому что масса поезда, взять вагон, допустим, вагон весит 50 тонн. Вот, и, по сути, и людей в этот вагон заходит там 100 человек. То есть, 100 человек умножаем на 80. То есть, людей 800 килограммов едет, да? А, нет, не 800. То есть, мы скажем, если все по 80 умножаем на 100 человек, 8000. То есть, человек 8 тонн, а сам вагон 50 тонн. Вот, и что везет поезд? То есть, поезд везет не людей, по сути, а везет сам себя. Поэтому это большие расходы. Вот, а транспортное средство компактное. То есть, оно соотносимо с тем количеством людей, которые он везет. Поэтому, опять же, вот расход энергии наименьший здесь. Пропускная способность может быть наибольшей. Почему? Потому что маленькие вот такие вот транспортные средства, которые будут часто-часто-часто ходить, они могут перевести намного больше людей, чем какой-то огромный поезд, который будет двигаться там с огромным количеством людей. Вот. По загрязнению окружающей среды то же самое. То есть, чем меньше расходы энергии у нас происходят, тем меньше загрязнение окружающей среды. Вот. Транспортная аварийность. То есть, достаточно... Вот. Почему в авиации такая низкая аварийность? Просто транспорт находится не на земле, он поднят, он над землей. И это уже обеспечивает на несколько порядков большую безопасность, чем автомобильный транспорт. Ну, еще приведу пример, что в автомобильном транспорте ежегодно гибнет полтора миллиона человек. Каждый год полтора миллиона человек гибнет в автомобильном транспорте. И еще в 10 раз больше остаются коллегами, инвалидами. То есть, это очень серьезная проблема. И вот для примера в авиации, то есть, в автотранспорте гибнет полтора миллиона человек каждый год. А в авиации где-то порядка 800-1000 человек ежегодно. То есть, там миллион, тут тысяча. То есть, тысячу раз, как минимум, в авиации безопасность выше, чем в автотранспорте. И в Skyway это может быть еще ниже. Потому как в авиации мы знаем много случаев, когда отказывают какие-то приборы и что-то еще. И все, и с амалюту больше деваться некуда. Вот если в Skyway отказывают, допустим, там двигатель или какой-то прибор, ну, транспортное средство просто становится на своем пути. Дальше пассажиры спокойненько по специальному трапу спустятся на землю. То есть, вообще ничего не произойдет. Поэтому безопасность тоже здесь самая-самая лучшая. По всем этим показателям мы понимаем, что Skyway, как было написано вначале, это идеальное транспортное средство, которое отвечает всем требованиям вообще 21 века, у которого открыты все двери для использования в 2021 год. То есть, вплоть до 2100 года. Его можно внедрять, 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 внедрять. То есть, это действительно то решение, которое соответствует всем требованиям времени и наиболее актуально на сегодняшний день. Ну и это еще раз модельный ряд. Двухместные, шестиместные, 6 на 4, 24, за 4-х местные, 14-местные. То есть, всевозможное для города, для деревни, для межгорода. То есть, в принципе, все, что можно, можно применить. Кстати, вот тоже контейнерная перевозка. Вначале мы видели огромные пробки с контейнерами. И вот примерчик, что можно реализовывать, в том числе, перевозку контейнеров. И, кстати говоря, одна из новостей. В марте, марте этого года началось тестирование контейнеров в шарже. Вот, и в конце мы посмотрим картиночку, как уже эти контейнеры там тестируются на... То есть, ну, пока не самые огромные вот эти, которые 40-футовые, а поменьше там контейнеры, но уже тережка, она уже готова, и она уже тестируется. Вот, так что тоже такая интересная новость. Вот, ну, и так вот, допустим, это может выглядеть уже в каких-то, в реальном режиме. Вот, ну, так как это транспортная сфера, огромное количество, то есть, есть уже и сертификатов, проверок, тестирований. Вот, за это время награды всевозможные. То есть, выставок целая куча была, золотые колесницы, дипломы, там сертификаты, японские, китайские, американские сертификаты, белорусские сертификации. То есть, огромное количество проделанной работы по патентированию, по сертификации, по получению там всевозможных конкурсов и так далее, и так далее. Ну, как бы за 40 лет Антон Игоревич Юницкий, он поучаствовал много где, собрал. То есть, у него огромная-огромная экспертиза уже собрана. Вот, ну, а это одно из зданий, которое находится в Минске, которое принадлежит ЗАО Струнной Технологии. Вот, справа снизу мы видим, это инженерный состав, то есть, ребята, которые работали на каких-то белорусских предприятиях. То есть, кстати, Беларусь, она, в принципе, БССР, вот, как такое некое советское наследие, она, в принципе, славится всеми такими вот, ну, именно производством автомобилей, тракторов. Вот, мы знаем, Белазы весь мир знает, МАЗы, очень много трактора. То есть, вот это именно автомобильная тематика, она в Беларуси уже, можно сказать, на генном уровне. И, ну, это Skyway, это как некое продолжение вот этого вот генного генома, да, генома Беларуси, то есть, именно как технологический такой в автомобильной сфере. То есть, это продолжение и выход на новый уровень. То есть, это, ну, как бы, следующая ступенька эволюции транспорта. И, ну, она, получается, нигде не могла зародиться, кроме как здесь, в принципе, и это понятно. И даже многие не верили, что возможно собрать такое количество инженеров в одном месте. Ну, вот, Антонычу Ницкому это удалось. И вот это второе здание, бизнес-центр, который ходит на улице Железнодорожной. Тоже название, кстати, улица Железнодорожная, тоже символично. Здесь уже больше 10 тысяч квадратов площадей. Вот, и на этих площадях находятся дизайнеры, инженеры, юристы, там, программисты. То есть, все-все-все-все-все эти люди, которые причастны к разработке непосредственной технологии Skyway. Это находится тоже под Минском, Минской шабаны, производственная сборка. То есть, мелкосерийное производство пока, но тоже такое с переходом, с подготовкой уже к крупномасштабным, к полноценным серийным производствам. Это у нас экотехнопарк, то есть, то место, где находится непосредственно тестирование транспортных средств. То есть, в одном месте их разрабатывают инженеры, рисуют, моделируют, в другом месте их собирают. И это то место, в котором их тестируют. То есть, здесь на сегодняшний день готово 5 трасс, еще 2 достраиваются. То есть, уже 7 трасс вот на этих 36 гектарах. Тестируются, проверяются, разгоняются. Даже делали там скоростные замеры, допустим, максимальная скорость. Ну, как бы здесь маленький есть минус, что длина участка всего лишь меньше-меньше километра. И на расстоянии в 1 километр очень сложно разогнаться и успеть еще остановиться. Вот проблема, скорее, даже успеть остановиться. Ну, и максимальная скорость, в общем-то, была достигнута 102 километра в час, которую здесь зафиксировали. И поэтому один из моментов, над которым необходимо работать, это увеличивать расстояние более длинного трассы, чтобы можно было протестировать большую скорость. Потому что скорость у нас заявлено это 150 для городского километра в час и 500 километров в час для междугороднего. Междугороднего. Тоже реальная фотография из Эко-технопарка. Вот люди приезжают, катаются, тестируют. Ну, это такое тоже было событие. Параллельно в Мариной горке у нас началось строительство тоже центра продаж в Шардже. Вот это эскизы того, что там будет. А это сейчас на картиночке будет у меня то, что здесь уже, да, вот оно, то, что уже сейчас тестируется. И тоже в конце я покажу одну картинку. Это обычный шестиместный пассажирский Юникар. А в конце мы еще увидим, как на этой трассе, на этой трассе тестируются контейнеры. Вот тоже, кстати, что интересно, то есть, что контейнер, такой, казалось бы, тяжелый предмет, но он спокойно по такой трассе перемещается и без всяких, ну, можно сказать, вопросов. То есть, это тоже меня удивило. То есть, там строится в Шардже как легкая трасса, вот эта, которая уже готова. И строится параллельно еще 2,5 км грузовая. Вот, но уже контейнеры именно на этой трассе уже тестируют. То есть, ну, как бы это интересно. Вот, ну, и это то, что у нас на сегодняшний день имеет. То есть, мы рассмотрели проблему в транспорте. Ну, все ее, я думаю, что поняли. Мы рассмотрели решение, что есть идеальное решение, которое уже, в принципе, фактически готово на процентов на 90. Вот. И немножко сейчас рассмотрим перспективу. Ну, перспектива, ну, в принципе, это вот рисунок, то, как это может быть выглядеть в городе. Снизу ходят люди. На втором этаже это городской транспорт. И, ну, в принципе, все пересечения вот можно таким образом организовывать. То есть, это вот то, как будут выглядеть станции в будущем в городах примерно. Вот. Также, помимо того, что может быть в городах, могут быть междугородние всевозможные развития. И тоже, кстати говоря, это, ну, в рамках сегодняшнего вебинара об этом не расскажешь. Там можно рассказывать очень долго про линейные города. И, кстати говоря, линейные города – это тоже то направление, которое поддерживает даже организация объединенных наций. Вот. И она два раза, два раза выделяла гранты на развитие именно линейных городов. Вот. Почему? Потому что, ну, проблема перенаселения в городах, проблема развития отдаленных участков. То есть, это такая тоже большая интересная, ну, задача. Вот. И с применением данного транспорта эту задачу можно решить. То есть, города из таких вот локальных образований могут формироваться, вот такие длинные-длинные-длинные формирования. То есть, ну, в принципе, представить, если взять, представить, вот ветку метро сегодня, допустим, в Минске, продлить, там, не до Каменной горки, а, например, там, до Гродно, да, то, в принципе, каждые два километра, если у нас будет станция метро, то вокруг этой станции оно образуется такой населенный пункт. Вот. Ну, вот, ну, метро строить дорого, понятно, вот, но с помощью такой технологии, как у нас, это может сделать намного проще и изящно. Ну, такие вот башенки, которые, с одной стороны, выступают анкерными опорами, а с другой стороны, они выступают такими целыми бизнес-центрами, там, со школами, с библиотеками, с кинотеатрами, с чем угодно. Ну, а люди живут вокруг здесь, вот, в таком частном секторе на природе, ну, и получается, что вроде как ты на природе, но при этом ты в пятиминутной доступности высокоскоростной транспорт. Если это скорость 500 км в час, то между Минском и Москвой расстояние, это, ну, один час, это просто шикарно. Вот, поэтому, вот, линейные города, это то будущее, которое будем строить в нашем текущем столетии. Вот, и у меня сын строитель, вот, сейчас пока все строит из лего, вот, но я уже как-то надеюсь, ну, или просто думаю, что, может быть, уже наши дети будут это строить, ну, как в реальности, именно уже линейные города, конструировать и все это внедрять в жизнь. Ну, и вот так вот может выглядеть сеть, сеть дорог, например, на примере России, Transnet, Евразия, у нас по протяженности вся Евразия до 15 миллионов километров, это потенциал, ну, и по всему миру это до 50 миллионов километров дорог. То есть, ну, работы много, это интересно, ну, это, в принципе, такая сеть, Transnet, то есть, это как интернет, это сеть для передачи данных, интернет, то есть, обмена информацией, а Transnet, это сеть для передачи людей и грузов. Так что, вот такая вот сеть глобальная, Transnet, которую мы в этом ближайшее время начнем, вот, и будем делать ее на протяжении всего столетия. Вот, ну, и что даст технология SkyWay для мира? Ну, можно так сказать, уже немножко резюмируем, родные ближе, то есть, наши отдаленные родственники могут стать нас не только близкими через Skype, но и реально, вот, путем живого посещения. Вот, путешествие без границ, то есть, это, как я уже, ну, неоднократно говорил, что мы берем, садимся в транспортное средство, там, или берем смартфон, и вот, как сейчас мы вызываем, там, не знаю, Uber, например, с телефона, и сели и поехали, ну, как бы в рамках одного города. То есть, так же мы будем через телефон вызывать подвижной состав SkyWay, нажали на кнопочку, допустим, тот пункт, который нам необходим, и нас повезло, то есть, без всякого там, без водителя, в нужную точку мира. То есть, это, ну, очень так интересно и перспективно. Ну, и, соответственно, да, чистая планета, линейные города, совершенный транспорт, совершенно транспортная система. Поэтому, ну, вот, такие вот у нас перспективы. Возвращаясь к сегодняшнему дню, так как уже многое сделано, то есть, ну, вы видели, что многое сделано, на самом деле, то есть, уже есть целая линейка транспортных средств, но надо кое-что еще доделать. Вот, и мы сейчас находимся на 15 этапе, вот, всего, в преддверии 15 этапа, уже 14 прошло, вот, ну, и на 15 этап необходимо нам довести до ума технологию с высоко-скоростную. То есть, необходимо все-таки протестировать, реально протестировать скорость 500 км в час. Мы задавали такой вопрос Анатолию Анатольевичу Юницкой, можно ли, допустим, делать какую-то эмуляцию на компьютере, проверить скорость 500 км в час. Ну, как бы, да, можно, но все равно все это делать в реальных условиях. Все равно сертификацию придется проходить в реальных условиях. Поэтому задача на 15 этап – это достроить вот эту скоростную трассу длиной 20 км, на которую транспортный средств сможет разогнаться до скорости 500 км в час и успеть остановиться. То есть, это все зафиксировать, вот, и тогда уже, ну, то есть, показать, что это действительно работает, что это проверено, что там, испытано и так далее, и это уже можно внедрять в реальных условиях. Ну, и это первая задача – скоростной проверить. И вторая задача – это достроить трассу для контейнер-перевозок в Эмиратах. Ну, в принципе, уже сейчас контейнеры начали тестироваться. Трасса, она уже в большой стадии готовности. По-моему, там уже вроде бы в новости говорилось про май, что в мае, возможно, уже будет тестирование той трассы. Ну, то есть, вот две такие задачи, которые у нас предстоят на 15 этап. Ну, и, естественно, есть, я все до этого рассказывал про инженерный потенциал, про технологии и так далее. То есть, есть инженеры, которые все это строят, но так как это пока еще в стадии такого зарождения, пока нету коммерческих проектов, то есть, нету какой-то пока прибыли, то есть, проект, он как бы растет, вот, ему необходима финансовая поддержка. Вот, и данной финансовой поддержкой в настоящий момент выступают обычные, простые люди, которые и будут потом передвигаться на данном транспорте. То есть, каждый человек, который понимает, что он бы хотел пересесть на такой транспорт, что он бы хотел быстрее добираться к своим родственникам, он бы хотел не стоять там в пробках и так далее, он принимает участие в этом либо как инженер, либо как зритель, кто-то тоже возможно, либо как оказывает финансовую поддержку. Вот, ну и для тех людей, которые оказывают финансовую поддержку, есть всевозможные варианты участия. Это разные пакеты, то есть, есть пакеты для студентов, есть пакеты там для пенсионеров, для детей, то есть, есть пакеты для бизнесменов, то есть, всевозможные разные варианты участия. Вот, есть пакеты в рассрочку, есть пакеты, то есть, ну, в принципе, на любой кошелек, на любой вкус. И каждый человек, который участвует в финансировании проекта, он получает долю в этом проекте. Доля, она подразумевает, сейчас это доля, в дальнейшем, когда компания выходит на биржу, эти доли конвертируются в акции, и эти акции уже можно будет продать на бирже. Поэтому сейчас, поддерживая финансовый проект на свободном рынке, могут расти, продаваться и так далее, приносить дивиденды в том числе. Но так как проект, он пока еще формируется, в принципе, как в любом долевом строительстве, чем дальше от котлована мы уже отошли, тем выше становится цена. То есть есть определенный дисконт, который позволяет вам взять доли, которые стоят реальный ценовник доллар, а вы покупаете эти доли за 1 цент, за 2 цента, за 3 цента, за 5 центов. То есть все зависит от того, какая сумма. Чем больше суммы, тем больше скидка. В принципе, это вот такие вот правила. Все это можно найти в личном кабинете. То есть вы регистрируетесь. То есть тот человек, который вам рассказал, вы берете его за ручку, вместе заходите в кабинет, смотрите, что там, какие есть условия. Если вам нравится, если вам откликается эта идея, вы участвуете, поддерживаете технологию, вносите свою лепту. И все это дальше продолжает строиться. Ну и почему выгодно поддерживать? Ну, во-первых, мы уже немножко рассказали, что это определенное вложение финансов в перспективное направление. То есть приобретается с большим дисконтом, все это, то есть с большой скидкой. Это та компания, которая может генерировать прибыль. То есть те подвижной состав, которые будут передвигаться, люди покупают билетики, идет какая-то, генерируется прибыль. То есть могут быть дивиденды определенные. И тоже есть много примеров. Допустим, возьмем Панамский канал между Северной и Южной Америкой. И те деды и прадеды, которые его строили, поучаствовали финансово в этом строительстве, их внуки и правнуки до сих пор получают прибыль именно с того канала. Поэтому здесь похожий принцип. Юридическая защита. То есть есть реестр, это все в британской юрисдикции. То есть все прозрачно, все защищенно. И вместе с долями, естественно, вы являетесь владельцами интеллектуальной собственности. Потому как я уже говорил в начале, что Анатолий Дрочевницкий посвятил всю свою жизнь этому транспорту. То есть там очень много ноу-хау, очень много таких изобретательских моментов, которые, в принципе, каждый инвестор является потом владельцем. Совладение мировой корпорацией. Ну, понятно, да. Ну и наследие внукам и детям. То есть у нас много, в принципе, и возрастных инвесторов, которые говорят, ну, хоть я не покатаюсь, но зато я сделаю доброе дело. И хоть мои там дети, внуки, они хотя бы, может быть, скажут потом мне спасибо, что я поучаствовал. Как в развитии транспорта, так еще и в их финансовом каком-то благополучии. Вот, в принципе, у меня все. Сколько у нас? 45 минут. Немножко. Ну, в принципе, да, полчаса уложился. Задавайте ваши вопросики. А, и, наверное, у меня еще есть... Да, я в конце, я же обещал вам картиночку показать. Я сейчас ее покажу. Вот эта трасса, легкая трасса, на которой передвигались юникары. Вот слева. А справа мы видим, что уже тестируются контейнеры. Вот, поэтому это такой вот прям хорошая новость этой недели. Вот, ну, и у нас еще есть видео небольшое от Дарьи. Но я думаю, что я его включу в конце. То есть мы уже потом под завязочку, когда уже будем прощаться, я его включу, чтобы уже сейчас пообщаться немножко с вами. Вот, Олег у нас, я слышу, уже по тиканью часиков подключился. Вот, пока, правда, без камеры. Вот, вижу у нас... Да, здравствуйте всем. Да, Илюш, спасибо большое. Так, у нас написал вопрос Екатерина Ефимова. Пропадает изображение, звук прижимств и комп перезагрузила, не помогает. Ну, Екатерина, у нас ведется запись. Вот, поэтому, если у кого-то что-то зависает, то, в принципе, можно будет пересмотреть запись. Вкладывается на следующий день на официальном канале. Вот, поэтому можете посмотреть, дать имя комом записи. Все, можно выдохнуть. Да, Леш, спасибо большое. Я просто сегодня разговаривал с несколькими своими, в общем-то, партнерами. И я хочу сказать, что действительно, вот эти все новости, их желательно смотреть. Леша, если у тебя есть возможность, да, вот, может быть, стоит показать в кабинете, потому что, ну, зайти в кабинет и показать эти новости. Потому что, действительно, вот откуда взял Леша новости, это, в общем-то, все в открытом доступе. И что хорошо делается в нашем кабинете, что мы можем сразу выйти на ссылочки и, в общем-то, посмотреть на английском языке, что там написано там, вот сейчас была статья, на японском языке, да. Поэтому я немножко такое, пока Леша, может быть, открывает. Да, я сейчас поищу, может быть, можно сделать демонстрацию экрана, да. Да, если есть возможность демонстрации экрана, я просто вам расскажу, что именно вот в новостях вы открываете, да, вот, что пишут, вот, за последнюю, как говорится, что пишут, называется статья, что пишут иностранные СМИ о Skyway в марте. И вот эта картиночка, что Леша показал, значит, United Arab Emirates, да, вот, значит, там пишут, что в последней неделе в проекте Skyway вышли, сразу несколько интернет-площадок опубликовал, да. Значит, японская СМИ для инженеров опубликовала статью о развитии струнного транспорта, при том, что это все на японском там языке. Это действительно, если у вас есть знакомые какие-то, в общем-то, которые еще не знают в Японии о этом, можно выслать на их родном языке. Вот у меня, кстати, есть, у меня дочка учит японский язык, вот, и я, наверное, сейчас так и сделаю, потому что мне, например, интересно вот такой рынок, да, японский. Я думаю, что если там пишут об этом одно дело на каком-то, на русском языке или там на английском, то японцу показать на японском языке, наверное, это может быть послужит таким каким-то триггером, крючком, для того, чтобы он обратил внимание на этот проект. Поэтому я вам тоже это советую. Значит, там рассказывается о том, что, значит, уже действует легкая трасса, пассажирская длиной 400 метров, в мае планируется подготовить к испытанию грузовую линию. Вот Леша показал легкую линию, чтобы вы не путали, да, потому что у нас именно вот длиной будет 2,5 километра, потом, которая планируется, уже адресный проект на 130 километров в этом году начать строиться, да, там будет берельсовый, потому что там будут по 50 тонн вот эти контейнеры, да, которые большие, 40-футные, вот, и они уже будут построены непосредственно от порта Корфахан до, соответственно, Шаржи, да, до вот этого места. Поэтому это все будет строиться. Далее, значит, упоминается о том, что в этой статье, что действительно струнная трасса может прослужить до 100 лет. Вот это очень важно, потому что я сейчас кое-что еще внесу, скажем так, какие-то коррекции, вот, в Леша на рассказ по железной дороге, да, вот, но обратите внимание, 100 лет, то есть стоимость строительства при этом будет меньше, а затраты будут при этом как на обычную дорогу, да, вот. Дальше компания, разработчиков струнного транспорта, вот, именно показала вот эти вот картинки из парка Шаржи. Значит, 18 марта на англоязычном агрегаторе пресс-релиза называется Season PR Web был опубликован материал заголовком «Юнитский стринг технология изменила рынок транспортных систем». Изменила рынок транспортных систем. Это те люди, которые сейчас все-таки еще сомневаются, правильно ли они делают, что они платят, либо они платят и недостаточно думают, что когда это будет, там, через 100 лет, через, не знаю, там, 50 лет. Ребята, это уже сейчас строится, поэтому, мне кажется, ну, вы не видите дальше своего носа. Извините, это будет в записи идти, поэтому кто будет смотреть, я, как говорится, говорю о тех, возможно, кто... Есть такие люди, которые не видят дальше своего носа, поэтому обратите внимание, почитайте, посмотрите на английском языке, посмотрите по другим источникам. Вот, ну, на официальном сайте именно представлены. Вот в деловом издании ведомости замечательная статья была. Ну, давайте я так похвалюсь, что я вот выставил вот эти статьи в Фейсбуке, и зашел человек, вот, ну, мы уже говорили об этом, да, зашел человек с Индонезии, в отличие от наших людей, сам зарегистрировался, сам верифицировался, сам взял, скажем так, Face on the future за 5000 единовременно. Понимаете? И я хочу сказать, что, ну, многие скажут, конечно, вот у него есть деньги, ребят, у него есть видение. Вот цена и ценность – это совершенно разные вещи. Поэтому для тех людей, которые держатся сейчас и говорят, что я вот 100 долларов отдаю в месяц, ребят, наверное, вы взвесьте, что для вас важнее, бумажка в 100 долларов, либо на эту бумажку вы могли взять определенное количество акций, которые, в общем-то, сделают вам, вас, ваших детей, ваших внуков, в общем-то, миллионерами. Поэтому давайте, нету денег, ну, значит, и не будет, я так говорю всем. Все. Есть люди, которые видят, да, к сожалению, наши, да, вот как в прошлый раз Александр сказал, что человек ищет там, хочет стать дальнобойщиком, да, работает, вот, и не видит, работает в экотехнопарке там, ну, что-то он там делает какую-то, не техническую работу, делает какую-то там по хозяйству, и не видит, вот не видит он, не видит просто строительство вот этих вот эстакад, струнного транспорта, вот. И Александр, да, сказал-то, немножко так обидно, он сказал, ну, это бывают и такие белорусы, вот. Вот, поэтому могу сказать так, в оригинальном материале вот тоже рассматривается одно из главных преимуществ SkyWay, это экономичность, вот, Леш, вот в отношении экономичности... Олег, Олег, мой видом экран? Пока нет. Или не видно? Ребят, вот в отношении экономичности, вот послушайте, послушайте, вот Алексей нам сказал, вот вагон, сколько, сказал ты, Леш, весит вагон, ты там говорил, там что-то моргает. Ну, 50 тонн. Вагон весит 56 тонн, да, вот я вам сейчас выставлю эту самую, вот вы посмотрите, да, один вагон, ребят, 56 тонн, да, то есть получается, что вот тут ссылочка, и на нем так и написано, вот я вам картинку, то есть не могу выслать, я вам там ссылочку послал, да, так вот, на вагоне написано Тара, 56 тонн, есть 54, есть 56 тонн. Леш, ты вот, видно, что ты у нас человек такой, в общем-то, на машине любишь ездить, на самолетах летать, так вот, всего в плацкарте 54 места, да, то есть получается на одного человека, сколько ему там не весило, 60 килограмм, 100 килограмм, может даже 150 килограмм, на него привешивается еще как минимум 1 тонна, это если плацкарте, я про этот самый не говорю, про СВ, либо там купе, да, то есть, и вот меня, знаете, поразило, сколько весит всего пояс, так вот весь пояс, если взять такой средний пояс, 21 вагон, как вот, ну, едут, он вот тянет вот этот вот, сколько там энергии, электроэнергии нужно, 1155 тонн, это средний пассажирский вагон, еще раз, 1155 тонн, 1155 тонн, я вам ссылочку выслал, вы почитаете про это, то есть вот представьте, теперь вот сколько вот этих тонн, это же металл, да, это соответствующее обслуживание, это там, там такая статья, там уже не стал вас грузить, там определенная нагрузка на ось, там человек вообще не учитывается, ребят, там вообще человек не учитывается, там вот главное, чтобы вот эту вот махину, чтобы там ось не просела, чтобы там вагон, как бы там не накренился больше, чем надо, там, чтобы рельсы, не дай бог, там, вот, не сложился пополам от такого веса, да, ну, про грузоперевозки, там еще круче, там, там, весит он там, товарняк пустой, 21 вроде тонна, а нагружается еще 69, то есть там до 100 тонн один вагон получается, вот, ну, чтобы вы понимали еще, для вот людей, которые, вот, Леша у нас любит комфорт, да, вот, я тоже так вот, сейчас пока Леша читал, вот, читаю отзыв такой, там тоже, сколько стоит вагон, а как там, вот, ну, из песни слов не выбросишь, поэтому читаю, засчитываю как есть. Моя мать семь лет работала проводником рейса Москва-Мурманск, из ее рассказов это ужасно, зимой в поезде очень холодно было, в туалетах, в унитазах, но я точно не помню, что там вообще, пусть, пусть даже унитазы, замерзала моча и прочее выделение так сильно, что приходилось брать лом и все это отбивать, и пока ты поливаешь эту замерзшую мерзость кипятком из чайника и долбишь ломом, это наше время, ребят, за дверью громко возмущаются люди, почему ты, мол, так медленно все это делаешь, делай быстрее, это вечно недовольные старики, домогательство пьяных хамов, маленькие дети орущие, их мамаши требующие тишины и более мягкого матраса. Однажды какой-то пьяный отморозок побежал к начальству, накапывал на мою мать, что она якобы украла у него деньги. К счастью нашли свидетели, которые видели, как он пьяный проиграл и в карты. Были и плюсы. Она часто привозила домой очень вкусную рыбу, которую у нас не купить, и которую очень дорого стоило. Ей доставалось бесплатно в подарок от всяких ухажеров и благодарность за проявленное понимание. А также привозила вещи, купленные по дешевке. Так что у нас стояли очень дорого, уже не понял, и все в таком духе. Которые у нас стоили очень дорого, стояли, да, стоили очень дорого, и все в таком духе. Ну вот это одно из, да. Вот смотрите, когда мы говорим о том, что мы можем ездить, нажав кнопочку, как на смартфоне, да, то есть прикоснуться только, и нас унесет отдельно своей семьей, как Леша вот говорит, да, отдельно со своими детками. Никто там не будет бить ломом, проламывать эти унитазы в холодные, да, потому что действительно наш юни-лед будет лететь со скоростью 500 км в час, вам даже не надо будет, вы даже заснуть не успеете, как говорится, да. Вот. Соответственно, у вас будет для таких дальних поездок, у вас будет, собственно, отдельно кабинка, может, даже с душем. Вот. Это первое. Во-вторых, смотрите, вот спрашивают, чем отличается, ребят, вот то, что я назвал, это одно. Расстояние между опорами, вот вы осознаете, от 50 до 5000 метров. Вот почему мы говорим о том, что чем отличается, вот, вот как Леша показал в Германии, там дело в том, что там, так как ненатяженная вот эта струна, да, там, получается, вот заканчивается проем вот этой арматуры, по которой весь вагончик висит, там надо ставить вот эту вот планочку, перегородку, да, то есть опору. И вот этих опор надо везде ставить, ставить и ставить и ставить. Ни о какой ровности, там все равно где-то стыки они есть постоянно, где-то там стукается колесо, ну, когда мы едем на поезде, там подвесной такой же. Поэтому ни о какой скорости в 150 км в час, в 100 км в час речи быть не может. Поэтому там скорость 30, 40, 50 максимум, может, км в час, вы видели, да. Но это и ездит, видите, уже 70 лет ездит. Но за 70 лет, извините, мы же тоже не звоним по телефону, не говорим, девушка, как пел Высоцкий, да, родная там, воткни штекер туда, куда нужно, да. И даже не ходим на почту сейчас мы, и не называют нас, вызывают там, зайдите во вторую кабинку, вас там ждут, да. И таксофонов уже нет у нас в городе, да. Почему? Потому что это все ушло в прошлое. Неужели 70 лет мы сейчас будем еще ждать, что придет кто-то другой и опять предложит нам. Вот. Значит, поэтому в этом плане нужно сейчас очень сильно помочь нашему гениальному инженеру довести все это до ума. Ему хватает работы, правильно Алексей говорит. Я не знаю, когда он успевает все это писать, при том, что действительно мечта-то его гораздо выше, да, и больше. Это ОТС. Поэтому вот эту работу, что сейчас, это мы должны с вами помочь и рассказывать спокойно. И тем более, что есть уже, это же не картинки, это же вот, это реальные фотографии. Поэтому, когда мне сегодня позвонил клиент и говорит, вот, у меня нету 100 долларов там и так далее. Ребят, ну, я, честно говоря, еле сдержался. Ну, нету, ну и не будет дальше. Все. Вот, можете закрывать, оставлять себе там. Тем более дисконт-то хороший, 1 к 90 человек платил. Сейчас, ну, останется, да, 1 к 40, сейчас 1 к, там, пусть такой будет дисконт. Ну, потом, конечно, локоточки будут кусать, и не удивлюсь, если он мне скажет, ты меня не уговорил. Никого уговаривать не буду. Я лично очень сейчас много плачу рассрочек, потому что все рассрочки, которые были 1 к 100, вот, в последнее время, я их все взял. И вам того желаю. Вот. Поэтому могу сказать так. Помимо того, что 54-56 тонн весит один вагон, представляете, сколько можно юнибусов, юникаров, тех же юниконтов сделать за эти деньги. По той же цене, о чем мы говорим. Это первая экономия. Второе. Не надо столько делать, как говорится, вот этих вот перепадов. Там надо насыпь насыпать, там надо, там, как Леша, вот, говорит, речку засыпать, там надо гору взорвать, там еще. Здесь, благодаря вот этой струнной технологии, мы нам любые преграды по плечу. Стоимость перевозки груза 1 цент на 1 тонну на 1 километр. Вы услышите, 1 цент. Сколько сейчас у нас талончик проехаться на троллейбусе стоит? Вы понимаете? Талончик, он стоит, сколько сейчас получается? 80 копеек, по-моему. Да, 80 копеек, там, это 33 цента. Вы можете провести 33 тонны за 1 талончик на 1 километр. Передвинуть, 33 тонны. Поэтому... 33 слона. Да. Я уже не говорю про кобид и так далее. Все, вот, просто взвесьте. Скорость 500 километров в час, да. 150 это по городу, а так 500 километров в час. Вы понимаете? И, к сожалению, японцы кричат, арабы счастливы, что у них началось. Посмотрите, там, вьетнамцы, там, Индонезия, там, и так далее. У нас проблем, да. Мы такие вот, мы такие несчастные, мы такие вот... Да мы счастливые. Потому что если бы какой-нибудь там, извините, араб рассказывал, мы бы вообще не узнали про этот проект. Потому что мы, извините, своих не слышим, по-русски. А что уже говорить, если там кто-то будет говорить на английском, на арабском, на, я не знаю, там, на мингальском, на хинди. Вот. Поэтому, конечно, печально. Хотелось сегодня больше позитива, а все-таки вот сказал то, что на душе. Не могу говорить то, что не на душе. Поэтому... Вот такое мое резюме. Поэтому, ребят, помочь всегда рады, рассказать и так далее. Но никто жилетку подставлять не будет. У меня сейчас задача... Вот спасибо моим сестричкам, которые вот это Оля сняла в Германии. Хотя там в Германии тоже там есть у нее люди, которые там почитали там какие-то статьи в Википедию и так далее. Она их всех послала и сказала, не хотите, не надо. И сама инвестирует, привлекает, дальше двигается все. Это сестричка моя с Испании, которая стала уже куратором Испании и активно развивает Латинскую Америку. Благо, языки знают замечательно. Вот. Поэтому моя задача сейчас двигаться дальше. Вот. Спасибо. С Алексеем мы тут английский штудируем. И есть очень много стран, которые будут благодарны. Если вы не хотите слушать на русском, будете слушать на английском. Вот. Ну, да, действительно, у нас очень много хороших русскоязычных спикеров. Вот. Поэтому я тоже их всегда внимательно слушаю. Вот. Чего вам желаю. И вообще сейчас задача нам с вами прийти на Экофест уже с такой, скажем так, подготовкой самим. И чтобы у Юницкого все получилось. Вот эти все финансирование было сверх. чтобы действительно все-все-все, что вот он декламирует, все это, чтобы оно вот, все это, ну, действительно, состоялось. Поэтому будем двигаться. И я думаю, что все получится, потому что у нас нет другого пути. Только вперед. Спасибо. Да, Олег, спасибо за спич, за свои эмоции, переживания. Ну, так что, видите, у каждого свой вид, свой взгляд, свои мысли. Вот. Думаю, что у нас время, я смотрю, уже подходит к завершению. Вот. Если есть какие-то вопросы, пишите. Вот. Вот мы сейчас с радостью ответим, если что-то так. Какой-то комментарий, я вижу, появился. Все очень получится. Олег, супер спич. Да, ну, мотивация. Бывает мотивация кнутом, бывает мотивация пряником. Вот. Сегодня была мотивация кнутом. Вот. Так что, спасибо, Олег, за кнут. В принципе, если вопросов нету, то тогда будем завершать на сегодня. Еще раз всех благодарю за внимание, за время. Традиционно мы встречаемся по средам. Я думаю, что уже все знают, среда 8.00. Вот. Ну, и в принципе, в завершение включу просто сейчас. Я думаю, что мы не будем смотреть тот ролик новостной. В принципе, мы все это уже довольно хорошо обсудили. Вот. Поэтому просто поставили ролик. Досмотрим тот, который мы начали вначале. В Беларуси представили. Скайвей на главном канале белорусского ТВ. Так, еще какой-то комментарий. Все, благодарю. Да. Всем спасибо. И до новых встреч. Знаете, где находится центр Беларуси? Спорим, многие даже и не задавались таким вопросом. Честно говоря, я тоже пока не стала путешествовать. Это не приманка для туристов, а научно обоснованный факт. Географическое сердце находится недалеко от Марьиной горки, куда я сегодня и отправлюсь. Сегодня я собираюсь прокатиться на машине будущего. Сейчас наделаю фотографии, буду всем знакомым показывать. Вы когда-нибудь слышали про струнный транспорт? Не про струнные инструменты, а именно про транспорт. Под Марьиной горкой находится экспериментальная площадка, где тестируют машины будущего. Михаил Викторович, расскажите, что это за технология струнный транспорт? Это инновационная технология отличается от всех остальных своей уникальной конструкцией именно преднапряженной эстакадой, что делает ее легкой, красивой, ажурной, необычайно прочной. Ее ровность позволяет разгонять транспортные средства до скорости, ну, как минимум, 500 километров в час. 500 километров? То есть, вот смотрите, мне как водителю сразу становится любопытно насчет безопасности. Учтены, я думаю, абсолютно все, но, во-первых, путь абсолютно ровный, поэтому нету никаких кочек, на которых транспорт может подпрыгивать и сойти с рельсов. Есть противосходная система, которая не дает отклониться от заданной траектории, естественно. Затем отсутствует пресловутый человеческий фактор. Кроме этого, на этом же уровне не существует ничего, с чем бы транспортное средство в нашей системе могло столкнуться. Вот, допустим, автомобили движутся по дороге, по поверхности земли, где есть и общественный транспорт, автобусы, и поезда, и велосипеды, и все что угодно. И все это пересекается. У нас же все эти перекрестки на разных уровнях. Внешне система напоминает канатную дорогу, по которой перемещаются кабинки. Только здесь они едут по рельсам-струнам, натянутым между специальными опорами. В разработке грузовой, городской и междугородний транспорт. В качестве личного транспорта мы можем предложить, например, юнибайк. В нем может быть от одного до трех мест в различной компоновке, могут быть установлены педальные узлы. У нас даже в нем ездил и устанавливал тренажеры вице-чемпион мира по бодибилдингу, который здесь тренировал, прорабатывал практически все мышцы своего тела. Можно заглянуть внутрь? Безусловно. Тем более, что там внутри все как раз под ваш цвет. Да? Конечно, да. Реформа и содержание. Прошу. Ой, как здорово. Подвесной вагончик оказался чем-то средним между машиной и мотоциклом. Только его водителю шлем не нужен. Собственно, как руль и коробка передач. Их тоже нет. А вот расскажите, туристы, как они могут посетить ваше предприятие, познакомиться с новыми технологиями? То место, где мы сейчас находимся, это центр испытаний, международной сертификации, демонстрации струнного транспорта. Это, естественно, закрытый, можно даже сказать, режимный объект. Но ежегодно мы проводим экологический фестиваль. Любой желающий может купить билет, приехать сюда самостоятельно, самолично опробовать наш струнный транспорт. Обтекаемый силуэт, футуристический вид. Кабинки похожи на космические корабли. Я решила прокатиться на воздушной маршрутке. Ехать в транспорте будущего очень комфортно. По ощущениям, будто Париж над землей. А как здесь, в принципе, все устроено в кабине? Есть климатическая установка, вот вы слышите звук ее работы. Жара на улице. У нас здесь, по-моему, прекрасная, комфортная атмосфера. В случае чего-то непредвиденного, звонок диспетчеру. Камера видеонаблюдения. Вот это дисплей мультифункциональный, где можно посмотреть видеопрограмму, получить информацию о маршруте и так далее. Никаких, естественно, рычагов управления здесь вы не найдете, потому что автоматическая интеллектуальная система управления берет на себя все, скажем так, функции, связанные с движением. Так здорово, как в своем автомобиле едешь, музыка играет, расслабляет тебя. Сейчас наделаю фотографии, буду всем знакомым показывать, что я ездила на транспорте будущего. Не вспомнился фильм «Пятый элемент». Там тоже пользовались городским воздушным транспортом. Время покажет, сколько в проекте фантастики, а сколько реальности.